Это выпуск программы «Время новостей» МИА. С итоги недели с вами я, Валентин Ефимов. Сейчас я и мои коллеги расскажем вам о главных темах недели. От адресного благоустройства до полномасштабных работ. Чем жил город всю эту рабочую неделю, расскажем в самом начале выпуска. Крупные ДТП, сбитые пешеходы и пожары. Обзор происшествий за неделю. Сборы туристов, веломарафон чистой воды, быт средневековья. О социальной жизни города расскажет наш корреспондент Марина Богатырева. От адресного благоустройства до полномасштабных работ. На этой неделе в городе началась реконструкция крупных дорожных объектов. Кроме того, стартовала очереда рейдов и проверок межведомственных комиссий. Работа эта плановая и приурочена к началу нового учебного года. Начнем наш выпуск с того, чем жил город всю эту рабочую неделю. Глава МИАСа Григорий Танких еженедельно выезжает с проверкой к объектам благоустройства. Очередной объезд на этой неделе начался с детской поликлиники в Центральном районе. Удобство расширенной парковки здесь уже успели оценить многие МИАСы. Появились здесь и новый асфальт, и скамейки, и урны. А встречает теперь юных пациентов добрый доктор Айболит. Стоимость 1 миллион 100 тысяч рублей. Работу удалось закончить чуть больше, чем за неделю. Григорий Танких положительно оценил результат. А это уже Динамовская дорога. Многие автовладельцы знают, во время дождей здесь постоянно скапливается вода. Преодолеть ее порой бывает трудно. Рабочие нашли выход. Дорогу и прилегающую территорию пришлось выводить в уровень. Планируется установка бетонных отводов для воды. Это должно решить проблему. 45 тысяч квадратных метров дорожного полотна от конечной поселка Динамо до военкомата обошлись в 24 миллиона рублей. Впрочем, в смету включен и мост в поселке Милентьевка. На сегодня рабочие сняли около 120 тонн асфальта. В некоторых местах его толщина достигла 50 сантиметров. Он был перегружен лишним весом, которого не должно быть. И он там не нужен, в принципе. Впрочем, в принципе, облегчили. И все делалось к тому, чтобы снизить нагрузку на мост. Потому что там и так 8 тонн только проходимость. И это все делалось из-за того, чтобы тоннаж этот поднять, чтобы машины могли проезжать там. Свою задачу подрядчик выполнил. Теперь слово за РЖД. Следующий этап – гидроизоляция конструкции моста. Она позволит предотвратить дальнейшее его разрушение. Затем рабочие положат выравнивающий слой асфальта. После того, как предыдущий слой был снят, возник перепад. Чтобы компенсировать уровень, подрядчик срезал часть покрытия с прилегающих дорог. Финишные работы должны будут окончательно нивелировать переход между мостом и дорогой. Что же касается подготовки к учебному году, то в городе уже полным ходом идут работы по приемке образовательных учреждений. На этой неделе очередь подошла к детским садам. Члены комиссии заходят в каждую группу, осматривают залы, коридоры, лестничные марши. Также проверяют исправность пожарной сигнализации. Внимание не только к состоянию помещений, но и к территории дошкольного учреждения. Всего за неделю специалистам предстоит принять 59 детских садов МИАСского городского округа. Пока что все дошкольные учреждения, которые посетила комиссия, проверку прошли. Проверяются с точки зрения профсоюзной работы и профсоюзных критериев лечебные заведения. Я участвовал в проверке в прошлого года. Ощущение такое, что хорошо поработали заведующие детских садов. Есть какие-то огрехи по документации, но каких-то таких страшных вопросов нет. А вот сотрудники полиции проводят свои рейды. На этот раз целью инспекторов стала профилактика семейного неблагополучия и своевременное выявление фактов жестокого обращения с детьми. Продлится мероприятие до 10 августа. Инспекторы по делам несовершеннолетних вместе с другими подразделениями о делах МВД по МИАСу и Управлении соцзащиты проверяют и помогают семьям в социально опасном положении. Ведь именно в трудной жизненной ситуации особенно важно ощущать поддержку и неравнодушие общественности. Крупные ДТП, сбитые пешеходы и пожары не обошли стороной МИАСов на этой неделе. В лентах социальных сетей обсуждали аварию, произошедшую на трассе М5. Больший груз выехал навстречу и снес легковое авто. Машины рухнули в кювет и вспыхнули. Вот кадры с места происшествия. Пожарные пытаются потушить полыхающие автомобили. Авария произошла недалеко от МИАСа. На 1759-м километре педеральной трассы М5 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля «Вольво» на спуске выехал на полосу встречного движения. Совершил столкновение с автомобилем «Хонда», который поднимался на подъем. Водитель легковой «Хонды» скончался на месте у шофера большегруза травмы и ожоги. С места ДТП его госпитализировали в городскую больницу МИАСа. Отсюда с помощью вертолета санавиации водителя доставили в Челябинск в ожоговый центр. Там он пройдет лечение. Сотрудники ГИБДТ выясняют все обстоятельства аварии. А это уже район Садово. И здесь была сбита пенсионерка. Инцидент произошел в среду. Регистратор очевидцев успел снять момент, когда пострадавшую грузили в автомобиль скорой помощи. Женщина все еще лежит на проезжей части. ДТП произошло в обеденное время. Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2121, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжающей дороги в неустановленном месте для перехода. Справа налево по ходу движения ТС. В зоне видимости регулируем пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход 42 года рождения получил телесные повреждения и была госпитализирована. Известно, что женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются полицейские. Не обошлась неделя и без крупных пожаров. Ночью 3 августа за помощью к огнеборцам обратились взволнованные жители поселка Ленинск. Пламя охватило правую часть здания и второй этаж. Горит и край вывески «Мы открылись». Семья Борисовых до сих пор не может поверить, что их мечта, свое кафе в родном поселке Ленинск, сгорела. Едва начав превращаться в реальность. Супруги уверены, что причиной пожара не короткое замыкание, а совсем не случайность. Хотелось, чтобы поселок Ленинск возродился и сюда ехали люди отовсюду. Поэтому первый этаж мы только смогли осилить, запустили его неделю назад. Второй этаж планировали запустить буквально через месяц. И когда мы начали строиться, мне не раз говорили о том, что и меня сожгут. Как рассказывают Анастасия и Сергей Борисовы, все видеоматериалы и найденные улики они незамедлительно передали в полицию. В ночь со 2 на 3 августа произошло возгорание постройки в поселке Ленинск. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Южной. На данный момент сотрудниками полиции проводится проверка. Назначены все необходимые экспертизы. А это уже конец рабочей недели. Пожар произошел в Машгородке, в квартире на первом этаже пятиэтажки. Основную опасность представлял дым. Поэтому жильцов подъезда было решено эвакуировать. Лестницу подводили под пятый этаж, но там ей противогазное лицо и через лестницу вывели. А я там в четвертом дверь открыла, чтобы выйти, а выйти не могла. Но я вышла на балкон, закрыла все свои двери и дышала. Потом, когда закончился задымление сильное, меня пожарники вывели. Вместо происшествия были незамедлительно направлены 4 единицы пожарной техники. Как удалось остановить, жильцы оставили включенную стиральную машину и покинули квартиру. Прибывшие боевые расчеты эвакуировали 9 человек. Остальные жители подъезда вышли на улицу самостоятельно. В результате пожара уничтожены личные вещи, внутренний отдел костен и потолка. Пострадавших нет. Сборы туристов, веломарафон чистой воды, быт средневековья и лучшие роботостроители из мяса. Эта неделя запомнится мясом как спортивными событиями, так и культурными. Но обо всем по порядку. К примеру, слет юных туристов. В этом году из всероссийского он превратился в международный. На открытие фестиваля приехали ребята из Казахстана. Всего в соревнованиях участвует 21 команда из 18 регионов. Это 170 детей. В судейской коллегии задействовано 60 человек. В течение недели для ребят проводили конкурсные программы, мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим в походе, соревнования по водному туризму, краеведческую викторину. Сходили и в пеший поход третьей степени сложности по национальному парку Таганай. Тот лишь станет лидером, кто может взять на себя ответственность. И как раз в процессе туристского похода проявляются все самые лучшие качества, которые сейчас востребованы выше всего. Это те самые скиллы принятия на себя ответственности, умение предусматривать какие-то ситуации, интуиция и прочее. Все, что, как оказалось, максимально востребовано у лидеров бизнеса. Всероссийский слет юных туристов возрожден федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения после 20-летнего перерыва. А для любителей истории и реконструкции на территории Краеведческого музея был воссоздан быт жителей Средневековья. Участники мероприятия рассказывают, что трудоемко не только ручное изготовление одежды и атрибутики, но и поиск достоверной информации. Однако девушки из клуба исторической реконструкции «Лютый зверь» город Челябинск предстали перед зрителями во всей красе и с максимальной точностью исполнения костюмов. А клуб исторической реконструкции «Ратный век» город Миас показали быт, боевые построения и комплексы вооружения жителей X-XI веков с территории Руси и конкретно Южного Урала. Шаг! 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 Стой! Основы фехтования продемонстрировали члены клуба «Файт энд Фит». Руководитель клуба Никита Нинилин рассказал о критериях боя, снаряжении и оружии, которые используются в фехтовании. Постоянно присутствует элемент игры. То есть, ну, нам от попадания, конечно, бывают синяки, но это не столько больно, сколько обидно. И, собственно, присутствует игра. То есть, постоянно у вас идет заинтересованность в том, чтобы расти, прогрессировать. По словам организаторов, главные задачи этого мероприятия – привлечь внимание взрослых и детей к истории, здоровому образу жизни и просто с пользой провести досуг. Еще одним интересным, уже спортивным мероприятием стал шестой по счету веломарафон чистой воды. Для участников подготовили две трассы. Спортсменам категории «любители», «ветераны», «юниоры», «леди» и «девушки» предстояло преодолеть 35 километров. Тем же, кто заявился на участие в категории «профессионалы», необходимо было проехать 50 километров. По трассе маршалы стоят, которые указывают, куда ехать. Где-то есть точки питания, где можно лимончик съесть, водички попить, даже колбаску и сыр покушать, бутерброды. Ну и те, кто в туристическом темпе. Приезжают не только погонять, приезжают пофотографироваться на фоне тургояка, искупаться. Мы специально трассу проводим по таким местам, где есть смотровые площадки, чтобы не все за временем гонятся. В категории «профессионалы» победил Алексей Желяков из Каменск-Уральского. Он преодолел расстояние в 50 километров за 2 часа и 2 минуты. Конкуренция была достойной, но и миасские спортсмены продемонстрировали отличные результаты. Вошли в число победителей и призеров. Так, в категории «любители» на дистанции 35 километров победу одержал житель миасса Андрей Кучин. 1 час 22 минуты. Победой миассцев завершились и международные соревнования по робототехнике в Дании. 14-летний Роберт Гуфранов рассказывает, ещё в школе начал выигрывать на Олимпиадах, увлёкся программированием и решил всерьёз заняться робототехникой. Теперь в копилке побед юного разработчика первое место на мировых соревнованиях. Россия всё время самая сильная сборная у неё на мире. Ну и мы, в общем-то, очень сильный город, который постоянно побеждает на России, постоянно ходит в сборную, постоянно едет на мировые Олимпиады. Мы в том числе ездим в этой сборной из года в год. Поэтому сомнений не было. Мы знали, что войдём в топ. Роберт считает, что победа – это в первую очередь заслуга тренера Ларисы Соловьёвой. Соревнования проходили по регламентам мировых Олимпиад. Команда из МИАСа Ньютон заняла первое место среди 28 команд в основной средней категории. Сейчас ребята отоспались, отдохнули и готовы приступить к новым свершениям. Предстоящие выходные принесут нам небольшое потепление и возможность выбраться на природу. Принять солнечные ванны вряд ли получится из-за облачности, да и кратковременные дожди могут омрачить настроение. А вот для тихой охоты – это отличные условия. Как не добрать поганок в лесу и почём продают грибочки на улицах города, выясняла моя коллега Марина Богатырёва. Иван Аминов – житель МИАСа и большой любитель поохотиться на лесные дары природы. Грибник в третьем поколении, как в шутку себя называет Иван, провёл для нас настоящий мастер-класс по тихой охоте. «Маслята, они, как ты знаешь, они растут сразу кучками. То есть, если один нашёл, значит, сразу ищешь другой. Уже надо смотреть, что они где-то тут рядышком будут. А вот, гляди, вот сюда вот, смотри. Вот вроде бы, да, такой же маслёнок, да, вот. А мы вот его раз. Первое правило грибника, вот если ты пошла в лес, и ты не знаешь гриб, то это поганка». Поганки, разумеется, брать незачем. А вот маслята отправляются в ведёрко. Цвет шляпки у этих грибов – от ярко-жёлтого до тёмно-коричневого. Растут под соснами, елями и лиственницами. Здесь же можно найти волнушки, сыроежки и более высокие по статусу грибы – рыжики. «Рыжик считается королевским грибом. Он и жарить хорошо, и намариновать можно. Ну и заморозить можно на зиму». А среди берёз на залысинах любит расти грусть – ценный трофей для охотника. Иван поделился своим секретом, как находить грибы. «Слушаем, а грибы, они кричат. Позьми, не ищите нас, ищите нас». «То есть ты думаешь, что мы здесь найдём гриб?» «Я, по крайней мере, я слышал. «Да, ну не может быть такого». «Я тебе секрет открою, на самом деле, я, конечно же, его не услышал. Вот это вот такая вот удобная обувь старинная, галоша, знаешь? Очень удобно, потому что мы, когда грузди находим, ты вот один груздь можешь увидеть просто, вот прийти на это место и увидеть его. А потом дальше пошёл, и пошёл вот так вот, твист такой. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, пошёл, щупаешь. Не надо вот это всё перекапывать, как некоторые делают, берут палку и начинают копать». «Если с собой не оказалось ножа, то грибы можно выкручивать, рассказывает Иван. Складывать их лучше вниз ножкой, меньше мараются. Рыжики, маслята, сыроежки не требуют специальной обработки, а, например, волнушки, сырые грузди, бычки замачивают на сутки и обновляют воду два-три раза, чтобы не горчили. Конечно, можно и не ходить за грибами в лес. Они продаются на рынках и улицах города». «По чём ведёрко продаёте? 500 рублей. И без башки. Какую цену? 500 рублей. Ведёрко за 500 продаёте?» «Да». Да, удовольствие не дешёвое. К тому же достоверную историю сбора таких грибов узнать невозможно. А риск того, что их собрали у дороги, велик. «Грибы и грибницы, они собирают те вредные вещества, которые от дорог, окот. То же самое касается и ягод. Конечно, нежелательно их употреблять в пищу. Ну, а каких-то особенных таких нет. Без червей только собирать». Ягоды сейчас уже почти отошли, а вот на грибной твист и тихую охоту выходить самое время. Да и просто подышать свежим лесным воздухом полезно для здоровья. Марина Богатырёва, Валентин Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Ну, а любители спорта и в особенности фанаты футбольного клуба «Торпеда» придут на стадион «Труд». МИАСская команда проведёт предпоследний домашний и единственный в августе матч в рамках первенства России 3-й дивизион. Соперником будет команда «Шахтёр» из города Коркино. Начало матча – 18.00. Ну, а у меня на сегодня всё. Это был выпуск программы «Время новостей МИАС. Итоги недели». Материалы доступны, как всегда, на сайте 1obl.ru и в группе ВКонтакте ОТВ МИАС. Предлагайте свои темы для сюжетов. Наш телефон по-прежнему 25-00-55. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин